Добрый вечер, в эфире спецпроект «Пограничная зона». Я стою у знаменитого во всей Грузии медицинского центра «Медиклаб Джорджия». В этом медицинском центре, в этой клинике работает и много лет работал знаменитый грузинский врач Важга Приндашвили, которого 9 ноября этого года арестовали на оккупированной территории в Цхенвальском регионе. Важга Приндашвили является очень известным врачом. Его знают не только в Грузии, но и в разных странах мира. Он является председателем ассоциации травматологов Грузии. Это такой очень авторитетный, известный врач, который, как мне говорят, его знакомый, не очень сильно увлекался или занимался политикой, но попав вот в эту ужасную сложную ситуацию, он проявился как абсолютный герой, настоящий патриот Грузии, отказавшись признавать так называемые границы, линии оккупации, какими-то границами с государством Южной Осетии, которого на самом деле ни для Грузии, ни для всего мира вообще не существует и признает его только Кремль и пару их дружеских режимов, типа Башара Асада и других государств. А мы сегодня поговорим с супругой господина Важга Приндашвили и его коллегами. Почему я решил сейчас сделать именно этот выпуск и поговорить о судьбе Важи, потому что накануне новогодних праздников, когда вроде вся страна и весь мир готовятся чего-то отмечать, ставят елки, наряжают их, делают еду вкусную, очень грустно думать о том, что человек, гражданин, врач, который помогает и осетинам, и русским, и грузинам, и всем остальным, оказался в тюрьме. В тюрьме он оказался ни за что, просто потому что поехал к пациенту в одно из сел, находящихся на оккупированной территории. Многие задают вопрос, а почему он вообще туда поехал, если это значит нарушение закона? Ну, потому что это не нарушение закона, потому что там никаких линий, заборов, блокпостов нет. Это просто грузинская земля, по которой входят местные люди. И случилась какая-то ситуация у пациентки, который помог мог только он, а надо понимать, что в Грузии этот врач действительно один из самых авторитетных. С такими сложными случаями, переломы и какие-то травмы занимается именно он. Его туда приглашали, чтобы он помог человеку вылечиться. Если за это надо арестовывать, по вашему мнению, в России многие задают такие вопросы, ну, вы знаете, пусть Бог вам будет зудья. Я хочу призвать еще раз в этой передаче, в этом выпуске, ко всем нормальным людям, будь то в России, в Грузии, в Украине, в Армении, в Азербайджане, неважно где, подключаться к кампании за освобождение доктора Важи Гаприндашвили, делать фотки с надписью «Свобода доктора Важи», митинги около, я не знаю, российских посольств или в Москве. Потому что это очень важно. Если сейчас сажают врачей, а ему дали год и девять месяцев тюрьмы, просто ни за что, за то, чтобы выполнял свой профессиональный долг. Ну, и, честно говоря, в такой ситуации долг своей совести. Ну, дальше каждого из нас могут посадить, и за нас потом никто не заступится, если сейчас мы не отобьем доктора Важу, чтобы он оказался со своей семьей дома. Пойдем поговорим с супругой доктора Важи. Сегодня наш гость, госпожа Томиола Панашвили, супруга Важи Гаприндашвили, врача, который с 9 ноября находится в тюрьме в так называемой Южной Осетии. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое за участие в передаче. Как вы? У нас очень тяжелая ситуация в семье, мы все очень переживаем. Это была такая разрушительная для нас новость, что приговорили врача, такого гуманного человека, патриота, к такому сроку, что, ну, мы... Ну, это ужас. У вас, пожалуйста, по счастью, у вас дети есть? Да, у нас две дочери, они уже большие, работают и борются вместе с нами, со мной, для освобождения. Держатся? Держатся. И будем держаться, пока не освободим. Ну, да, это на самом деле самое важное. Сейчас Новый год скоро, и в такой момент, конечно, узнать про этот год и 9 месяцев, наверное, это очень тяжело и для семьи. Я хочу просто несколько первых вопросов задать. Таких, которые больше всего обсуждаются. Почему господин Ваш Габридашвили там оказался? Насколько это вот вы с ним очень хорошо давно общаетесь? Насколько это в его духе? То есть, ну, это опасно. Поехать на оккупированную территорию, лечить пациента. Что это? Это какой-то порыв? Он вообще политически активен? Абсолютно. Абсолютно. Он никогда не был политически активным. Но, конечно, как гражданин всегда переживал за свою родину, за ситуацию в государстве. Он всегда переживал, но никогда никакой политической партии он не принадлежал. Но как действие Важи, конечно, это очень, ну, как бы трогательное. И очень такой шаг, что я не знаю, я не удивилась. Потому что он принципиальный человек, всегда верит в свои принципы. Он патриот и очень хорошо знает историю. Историю не только Грузии, но и всемирную историю. Потому что его родители были историками. Мать преподавала историю в первой гимназии. Это древнейшая гимназия в Грузии. Она там преподавала 50 лет. А отец тоже историк, он был профессором. Так что он блестяще знает историю. Вы догадаетесь, да, о чем я говорю? Да. И он очень хороший врач. Он профессионал, патриот. И всегда, всю жизнь он помогал людям. То есть его, вот этот, как это назвать, порыв поехать туда, кого-то лечить, это включительно, я не знаю, врачебная... Да, это каждодневная наша работа. Я тоже врач. И это нас не удивляет. Куда мы нужны людям, больным, туда мы едем. Это абсолютно нормально, потому что он ходил лечиться и в других районах, в других странах. И это абсолютно нормально для него. Я так понимаю, что уже в разных странах и врачи, в том числе, присоединяются к акциям поддержки. Да. Вот насколько получается у вас людей, чтобы они помогали, участвовали, поддерживали? Люди вообще интересуются? Да, очень интересуются и нас поддерживают. Важа – президент Ассоциации ортопедов-травматологов Грузии. И он член очень многих международных организаций травматологов и ортопедов. Он как бы очень известный врач в мире медицины. Так что, когда они узнали про это, конечно, они выразили свой протест. Нас поддерживают наши друзья в разных странах мира. Это такой вандальный акт, что люди даже не представляют, как это можно случиться вообще в мире. Как это можно случиться? Его поймали и арестовали за то, что он верит. Он вам говорил заранее, что он туда ездит или нет? Он с утра встал и сказал, что я еду к больному в Каспинский район. Я даже не поспрашивала, кому ты едешь, потому что это нормально, когда врач идет к больному. Он сказал, что это тяжелый больной, и я должен поехать. А после этого в половине третьего мне позвонил и сказал, что меня задержали русские пограничники. Это был такой шок, что я не знаю. Я спросила, где ты? Он говорит, я точно не знаю, где, но меня везут, наверное, в Свинвайскую тюрьму. И все, разъединилось. После этого у нас не было абсолютно уже... Какой-то контакт через кого-то удается поддерживать? Ну, через Красный Крест, но тоже это только одна, единственная гуманитарная организация, которая там работает, им тоже очень тяжело. Их в тюрьму пускают? В тюрьму только два раза его посещал, Красный Крест, и все, больше за эти 46 дней. Абсолютно остальные, вот, гуманитарные, и там ничего не работает. И через адвоката, которого я наняла, как личный... Как семьями наняли адвоката, это из России, Северная Осетия. Но грузинских туда не пустят? Ни грузинских, ни других стран никого там не пускают. Я не знаю, что они хотят этим доказать. Это изоляция от всего мира. Зачем им такой кулачок земли? В какой деревне его задержали? И потом, после уже выяснилось, кого он лечил, что происходило? Я не знаю ничего абсолютно. Неизвестно? Абсолютно ничего не знаю, к сожалению. Он вернется и расскажет все. И я надеюсь, что скоро вернется. Ну, будем очень стараться. А насколько, то есть вы, если у вас диалог с властями грузинскими, насколько они чего-то делают, помогают в этой ситуации? С первых шесть дней у меня, конечно, есть контакты с нашими властями. Они говорят, что все делают абсолютно, все, что от них зависит, делают. Но я уверена, что у них есть еще отдельные биркеты или какие-то, чтобы вызволить человека, врача, гуманитарной профессии, мирного. Я думаю, что власть заинтересована это делать. Не только власть, наша власть, но и вся мировая сообщество, которое мыслит нормально, разумно. И я думаю, что власти России тоже так думают. И власти вот Схенвальского региона. Я уверена, что вот это мужество и толерантность, с которыми мы жили веками на этой клочке земли и под этим небом, это было у нас всегда. Мы вместе жили, никуда оттуда уйти мы не собираемся. И вот это мужество и то, что человек защищает свои принципы, он не криминал, ничего не делал, просто ехал помогать другим. Вот это мужество и толерантность победит, разум победит и его освободят. Сейчас после этого случая ужасного, уже много начали специально выбрасывать информации, дезинформации, наверное. Первое говорили про то, что во время войны он там был в Осетии. А второе говорили, что вот это он специально сейчас поехал туда в акции, я не знаю, провокации и так далее. Вот вы могли бы сказать, во-первых, был ли он там во время войны? Никогда. В 2008 году военврач, вот это все? Нет, он травматолог, конечно, он лечил и раненых, и мирных людей. Это его профессия. Он работал в клинике и ровно неделю он не выходил из клиники, потому что мы были дома. Во время войны. Во время войны мы были дома, переживали все, но он бросил, так сказать, свою семью и все время жил и работал в больнице. И он лечил вот этих двух пилотов. Они могут подтвердить. Российских? Российских пилотов, которые бомбили грузинские земли. Один был катапультирован, и другой тоже. Он их лечил, и потом вот эти пилоты благодарили своих врачей, именно вот Важу и Ливана Начкепия, что если бы не они, они бы не вяжели. Так что это как бы доказательство того враня, что говорили, что он военврач. И у нас есть, мы же не будем вступать в полемику, в такую дезинформацию. Это все дезинформация, конечно. Они могут принять его как из марсианина или что написать, что хотят. Но это заранее я говорю, что он только врач. И все. Сейчас мы находимся в кабинете хирурга-ортопеда в клинике Медиклаб Джорджа, где много лет работал господин Важа Гендашили. С нами коллега господин Важи, Ливан Начкепия. Вы также являетесь хирургом-ортопедом. Да. И я как понимаю, вот это кабинет, где работаете и вы, и Батонин Важа. Да. Да. И вы тут что, людей спасаете? Чем занимаетесь? Что вообще делает хирург-ортопед? Мы стараемся спасать людей. Не только спасаем, но мы делаем... Вы знаете, наша область ортопедии – это спортивная хирургия. То есть основной поток наших пациентов – это спортсмены. Не только спортсмены, а также танцоры. И в основном молодое население, активное молодое население. Да, мы, конечно, стараемся им помочь, когда у них есть определенные проблемы с космосуставной системой. И мы делаем... Мы лечим их. Лечим их и консервативно, и хирургическими. А давно вы вообще знаете Батонин Важа? Мы с Важей уже сотрудничаем и работаем около 30 лет. Это очень большой срок. Я понял. А много говорилось о том, что Батонин Важа был военврачом, и он был в Осетии во время войны. Вы что-нибудь такое слышали? Нет, нет. Все это время, вот с начала 90-х годов, мы, я и Важей работали все время вместе, мы никогда, никогда не были военными врачами. Единственное, вот когда это упомянулось во время войны 2008 года, то есть клиника, в которой мы работали, это Центр ортопедии и травматологии Миру Душаури, эта клиника как бы трансформировалась. То есть все клиники тогда трансформировались на так называемый военный лад, потому что было военное положение, но военными врачами мы никогда не были. И вы принимали людей? Мы принимали людей, мы принимали всех больных, и не только военные были, но и простые. А сетин тоже привозили? Да, сетин тоже привозили, само собой. То есть пациент есть пациент. Я так понимаю, что никто не смотрел какой-то национальности. Нет, в это время врач никогда не смотрит. Не только в это время, вообще для врача национальность – это что-то невравильное понятие. Я понял. А когда-нибудь вы слышали какие-то политические заявления или какие-то попытки участия в политической жизни от Платон-Важа? Никогда. Вот это было для меня, честно говоря, немножко странновато, потому что Важа, в отличие, допустим, от меня, он был очень спокойным, очень как бы уравновешенным в этом отношении. И я бы сказал, что я бы больше как бы эмоциональной точки зрения был вовлечен в политику, в ту дозу, в которую все население вовлечено. Но Важа все время это более так как бы рационально все на это смотрел. И он персона очень уравновешенная, так сказать. А вообще есть какая-то, я не знаю, практика, сложно это назвать, когда врачи из Тбилиси едут туда, на оккупированной территории, кого-то лечить. Да, есть такая специальная программа, но это как бы программа официальная, то есть неофициальная, как такого. Официально бывают такие случаи и помогаете. Да, да, да. Они тоже там очень часто приезжают. Лечиться? Лечиться. Тоже на основе вот этой программы. Ну, очень часто из Абхазии, из Цинвальского региона. Очень часто там приезжают, так что никаких проблем в этом отношении. Я так понял, что у вас в Абхазии даже рост. У меня в Абхазии рост. Проблем нет? Встречаетесь? Никаких проблем. Никаких проблем. Нам приезжают из Калии, Сухоми, Гудаута. Никаких проблем. Ну, то есть можно встречаться и препятствий не чинить? Нет. Слава Богу. Я понял. А насколько вы, я не знаю, были удивлены или не удивлены, говорят о том, что доктор Важа, значит, отказался признать, что вот эти так называемые границы, это границы между Россией и государством и так далее. Вас вот этот факт удивил, гражданская позиция. Вы говорите, что доктор никогда не был политически активным. Вы знаете, у меня, если вот рассказать сначала, как это все началось, то когда он утром 9 ноября выехал из своего дома, он оставил сообщение, он сказал своей жене, своей супруге, сказал, что он едет в Каспийский район наведать пациента. Это так называемая приграничная зона, так называемая граница между Цкинвальским регионом и Грузией. Этот регион, так сказать, Цкинвальский регион, как независимое государство, признают во всем мире только 4 государства. Кроме этих государств никто не признает. И та позиция, которую высказывает Важа, это позиция не только грузинского населения, но и населения всей той части мира, которые не признают в этой территории. Ну, собственно, почти всего мира. Да, всего мира. То есть, что говорит Важа? Он говорит, что не существует никакой границы. И я уверен в том, что он никакую, так называемую, границу там не нарушал. Для меня это простой киднаппинг. То есть, его как бы похитили, взяли. И когда его взяли, так сказать, арестовали, наверное, когда ему сказали, что Важа, вы нарушили государственную границу, он сказал, какую государственную границу? Здесь, как таковая граница, не существует. И, наверное, пошел какой-то спор. А Важа, он очень такой издержанный и в то же время, как сказать, гордый человек, гордый, как любой кавказец. И вот это, наверное, перепалка пошла. И если он что-то уже сказал, он не отступит от этого слова. Очень много говорят, что Важа Каприндашили очень хороший врач, известный в Грузии. Я, честно говоря, не знаю. Вот хотел у вас спросить, вы вместе работаете. Вы действительно, и вы, господин Важа, вот такие уникальные для Грузии врачи, которые в очень сложных ситуациях именно вас зовут, помогают. Я бы сказал, что Важа правда есть такой врач, потому что он один из основоположников определенных направлений в спортивной хирургии в Грузии. Он и экспериментатор в некоторой части, но он был один из первых, кто изучил этот метод хирургии, артероскопической хирургии, и как бы обосновал Грузии, и, ну, он такой человек, который, такой врач, такой специалист, который всегда стремится улучшить свое знание, то есть всегда стремится делать лучше, да. Вот. Он всегда хочет быть, как бы, в форме и всегда стремится... А сколько у вас пациентов, например, в месяц? О, очень много. Очень много? Очень много. Наверное, вы имеете, которых мы оперируем... Ну, которым вы, в принципе, помогаете. Видимо, сейчас сложнее стало, потому что врача нет, вы... Я понимаю, но где-то в среднем, наверное, 200-300. Ну, оперируем, в неделю мы оперируем, наверное, где-то 20 пациентов, не больше, но... Ну, это тоже очень много там. Я понял. А что бы вы хотели, вот, пользуясь этим передачей, ее будут смотреть и в России, и в других странах? Во-первых, пожелать даже Гатумидашвили, если ему передадут. Во-вторых, может быть, русским сказать, осетинам сказать, а в связи с этой ситуацией... Я бы хотел сказать в первую очередь, чтобы разум вас дошвыставал. Я бы хотел обратиться к коллегам и с российской стороны, и с Канимальским регионом, и к нашим коллегам из Абхазии, и другим, вообще всем врачам. Для нас крайнец не существует. И одно. Важа никакой не криминал. Его нельзя судить из-за того, что он любит свою Родину. У него только это. У него огромная любовь и патриотизм, чувство патриотизма. Вы знаете, я думаю, что пройдет время. Мы пока, наверное, полностью не осознали тот шаг, который совершил Важа. Потому что это для меня и геройский шаг, и какой-то подвиг. Потому что давайте вспомним, мы росли во время Советского Союза. Я помню, когда нас учили истории, уроки истории, там был такой момент, когда защитники Брестской крепости во время Второй мировой войны, когда они выходили после больших боев, даже немецкие солдаты отдавали им честь за тот геройский шаг, который они совершили. Как бы вы не смотрели на это, Важа для нас есть герой, он останется героем навсегда. Потому что тот шаг, который он сделал, это шаг не только, допустим, для Грузии, я уверен, знак пробуждения, и для русского народа, и для всех других народов. Ну, дай бог, да, что вас услышат, и, как вы сказали, разум победит. Спасибо большое. Спасибо. Господин Важа, там уже, находясь в этом КГБ, в Южной Осетии, как я понял из новостей, не согласился подтверждать по поводу того, что Южная Осетия – это независимое государство, что он пересек какую-то границу. Я так понимаю, и вы, и его друзья, коллеги говорят, что он никогда не был особо политически активным. Абсолютно. Но это такая очень героическая гражданская позиция. Вы такое ожидали? Я говорю, что он очень хорошо знает историю. Я говорила, что он принципиальный человек. И когда ему предъявили, что вы нарушили границу, он говорит, что это не граница, это оккупационная линия, временная. Я ничего не нарушал. Это говорит не только он, это говорит наше государство, абсолютно все страны ООН и все международные организации, все страны говорят про это. Точно, точно это говорят. И что же? Тогда мы все виновники. Тогда нас всех надо арестовать и колючей проволокой обвести. Так что он прав. И защищают свою правду. Давайте сейчас выйдем в коридор. Там стоят коллеги доктора Ваши Гапрандашвили и поговорим с ними тоже. Здравствуйте. Вы можете представиться, вы тоже врач? Да, я тоже врач, лотовед, роматолог, профессор Михаил Землицкий. Очень приятно. Вы, я так понимаю, господин Ваши Гапрандашвили знаком? Да, его студенческого возраста. Давно знаком. Вы могли бы рассказать просто в двух словах немножко про доктора Важу и на ваш взгляд тот факт, что он поехал туда на первой территории, это в его духе, это он считал важным, я не знаю, помочь какую-то пациенту. Почему? Вообще так, он всю жизнь помогает пациенту. Были много больных, которые приезжали из Хинвалии, из Абхазии. Да, мы делаем эти операции. Это между государственными какие-то отношения существуют, когда эта программа осуществляется, и само собой мы помогаем. Их много. То есть это не редкость. Так что он имел многих пациентов. Но ехать туда, это опасно? Да, но тут, я думаю, вообще я не считаю, что это было не только опасно. Была какая-то нужда в том, что больной хотел, наверное, какой-то помощи. Это мы не можем так. Я так представляю, я так хочу это видеть. И я думаю, это так было. Здесь он и не представлял, наверное, что его там арестуют за то, что... Ну вот сейчас ему дали один год и девять месяцев тюрьмы в КГБ так называемой Южной Осетии. Что вы на эту тему думаете? Почему? Потому что раньше очень много людей похищали, хватали, выпускали под залог. Почему так? Я думаю, это, наверное, примерное наказание, наверное, в АЖИ сейчас идет. Почему я не понимаю, но я так считаю. Потому что человек говорит, что я врач, я без границ, я помогаю моим. Наверное, надо кого-то наказать, чтобы второй раз вот эту границу никто не пересекал. После ИВАЖи столько пересекали эти границы уже. И столько, так сказать, обратно потом. Это здесь какая-то... Какая-то политика кого-то. Но не наша. А как вы считаете, в принципе, помощь людям, ездить туда, помогать, это нужно, это правильно? Конечно, нужно и правильно. Всю жизнь помогали друг другу. Я думаю, если чего, такого нет. Это ощущается. У моих коллег много больных. И у меня много больных. И в Абхазии. И у нас нет такого дела. Вот ты с Абхазией, ты с Ассетией. Как это я должен... Почему ты доверяешься, да? Я должен оперировать. Такого разговора нет. Что бы вы могли сказать, я это всех прошу, обратившись к, может быть, коллегам или, в принципе, к народу в России, к Ассетинам, вот пользуясь этим интервью, этой передачей? Я обращаться к людям, то есть обыкновенным людям, к Ассетинам или Абхазам, вообще не имею смысла. Я не знаю, я не думаю, что они так думают, что он должен быть отцованы. Это же не их, так сказать, обвинение. Они по-другому абсолютно, я уверен, думают. Здесь, кому надо обратиться, это, наверное, какие-то правительственные силы, которые там сейчас это осуществляют и действуют против ваших. Ну, что бы вы им сказали? Я им сказал, что вообще это стыд и срам, и это смешно, когда ты держишься врача, потому что этим ты абсолютно ничего положительного не сделаешь для своей страны и не для своего народа. Это стыд, понимаете? Я чувствую, что там обыкновенные люди, народ по-другому думают. Спасибо большое. Спасибо. Да, сейчас мы подойдем к еще одному врачу в этой клинике. Вот я не готов. Не важно. Добрый вечер. Ну, вы врач. Я врач, да. Тоже отопит. Педиатр. Очень приятно. А вы были знакомы с... Конечно, мы были знакомы. Могли бы представить себе? Иванетского милиции. Очень приятно. Врач-педиатр. И очень обеспокоены насчет того, что наш вот уважаемый человек в Грузии, в всей Грузии и один из светил нашей медицины в Ажако Пронитошвили сидит в тюрьме. Это ненормально. Как вы относитесь к тому, что он туда поехал и к тому, что его там арестовали и сейчас дали вот этот большой срок? Это по натуре такой человек, который всегда всем помогает. Вот. То есть думаете, не мог не поехать? Да. Он всегда всем помогает. Для него нет никакой границы. Это не... Я тоже так считаю. Это не граница. Мы все врачи без границ. Вот так называем. Во-первых, врачи, во-вторых, там правда нет границы. Да, понятно. Тот факт, что вот его, во-первых, арестовали, во-вторых, год и 9 месяцев. Что для вас как для его знакомого или друга? Это для нас шок. Я не думаю, что вот нормальный человек так думает, что как он может с этим человеком такого достоинства, человек такой профессии, врач, как он может сидеть в тюрьме, который всегда во всем, я повторяюсь еще раз, всегда во всем, всегда помогает людям. Но это не первый раз. Скажите, пожалуйста, что бы вы сказали русским эсетинам, кто это будет смотреть, в связи с тем, что в вашем предошли год и 9 месяцев должен сидеть два новых, два новых года целых в тюрьме. Что бы вы им сказали, какой бы ваш был посыл? как можно бы срочно отпустили? Вообще, вот, мы люди, во-первых, то, что касается врачам, лично, мы не в политике. В политике абсолютно другого. То же самое я могу сказать о вас же, который вот человек, который достойный человек, я считаю не только достойным человеком, прекрасный, достойный врач, который, я думаю, скоро должен вернуться домой. Дай Бог. Ваша семья справляется сейчас нормально пока что в такой трагической, сложной ситуации? Да, это неординарно случая. Это, конечно, очень, очень тяжело для нас, но мы не сдадимся. Мы девочки, женщины, девочки, но мы держимся, чтобы вывести его оттуда. У нас очень много друзей, коллег, которые нас поддерживают. Это и нас держит, конечно. И спасибо всем, кто нас поддерживает. И нашим друзьям, соотечественникам из других стран, и других глав государств, которые выразили слова поддержки. И вот эти новогодние дни, которые мы всех поздравляем. Я хочу, чтобы он тоже был с нами, чтобы Новый год и Рождество встречал с нами, чтобы он не сидел там в тюремной камере. Я хочу, чтобы обратиться всем, от кого зависит его освобождение. Абсолютно всем. Будьте людьми, будьте гуманными людьми и освободите его. Спасибо большое. Я тоже присоединюсь тогда к пожеланиям международным сообществам, к российским властям. Константином как можно быстрее освободить доктора Вашика Приндашвили, быть людьми, иметь совесть и не использовать врачей в своих политических баталиях и попытках давления на другие страны. Это человек, который спасал и вас, и ваших друзей и еще может спасти очень многих. Поэтому верните его домой.